Всем привет! Определяем высоту декора и опускаемся ниже на толщину гипсокартона и плитки. По этой метке будем производить монтаж короба для инсталляции. Гипсовую штукатурку расчерчиваем для лучшей сцепки и грунтуем специальной грунтовкой от Керакола. Она предназначена для лучшей адгезии с минералами. Ну что, поехали! После высыхания грунтовки равняем стены. После чего приступаем к облицовке инсталляции. Стены должны быть ровными По всей плоскости. Замеряем временно собранный декор и переносим его размер на стену. Нижний ряд будем резать под декор. Вымеряем середину стены и совмещаем с меткой на плитке. Это важный момент для всех разметок. Плитку кладем на гребенку 6 мм. Проверим на качество сцепки. Все отлично. На такой тонкий слой СВП не подходит. Плитка просто будет повторять поверхность стены. Тем самым качество будет высоким. При таком минимальном слое Плитка будет в одной плоскости. Заготавливаем фрезы. Обратите внимание, что при распиливании фреза Его надо установить так, как он будет ложиться на стену Для совмещения углов. Для укладки этой плитки Я применил белый клей Литокол К55 У него хорошая фиксация И нет усадки Это не реклама Это то, чем мне нравится работать Мозаику кладем на гребенку 4 мм С таким слоем клея Его очень удобно фиксировать Для точного распределения угла Я применяю шаблон из плитки Таким образом Угол получается правильным Мозаику кладем на гребенку 4 мм Мозаику кладем на гребенку 5 мм Мозаику кладем на гребенку 5 мм А теперь произведем укладку плитки Заранее точная разметка на стене Дала положительный результат Мозаику кладем на гребенку 5 мм Продолжаем укладку 5 мм Мозаику кладем на гребенку 5 мм Мозаику кладем на гребенку 5 мм Стыки фриза А также углы Я фиксировал малярной лентой На всякий случай Размер плитки Метр на 0,35 Произведем распил на электрическом станке Далее полируем И снимаем фаску Дополнительная обработка черепашкой Не требуется Далее полируем Продолжаем Трекор Субтитры сделал DimaTorzok 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 Для увеличения слоя под мозаику я изготавливаю временный маяк из плитки нужного нам размера. Таким способом штукатурка производится быстро и ровно. После высыхания корректируем. Далее производим ее укладку. Друзья, всем любопытным и желающих увидеть на немного вперед моей работы, заходите на мой инстаграм. А чтобы не пропустить самое интересное, подписываемся прямо сейчас. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Друзья, обратите внимание, что маленький пиксель немного меньше, чем остальная плитка. И для его выравнивания в одну плоскость пришлось дополнительно добавить клей. Так, вроде, поправляет ситуацию в лучшем случае. В лучшую сторону. Расстояние между плиткой и полом рассчитываем таким образом. Чтобы плинтус подходил в идеале. Делаем подрезку. И производим разметку вдоль другой стены. Размечаем угол 90 градусов и метим другую сторону. После чего приступаем к укладке. Дальше, я думаю, комментарии излишни. Друзья, желающих наблюдать за работой, что будет дальше, заходите на мой инстаграм. А чтоб ничего не пропустить, подписываемся прямо сейчас. Ссылка в описании. А также всю музыку для канала пишет мой сын Дмитрий. Заходим на его страничку ВКонтакте и подписываемся, чтоб не пропустить новые произведения. Ссылка также будет в описании. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Попробуем счистить фриз такими инструментами, как реноватор, алмазная фреза, черепашка на 30 и вот такой зачистной барабан. Зерно абразина где-то среднее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok